Канобу.ру представляет Как провожают зиму в Лондоне? Недавно компания Бесезда привезла сюда весенние и летние игры и устроила нашему Вухану особую масленицу. Вместо блинов Канобу удалось опробовать большую порцию Бринг и кусочек Хантед – The Demon's Forge. Итак, первой группе из десяти критиков показывают трогательный ролик про конец света. Похоже, заставки в стиле водного мира сопровождают каждую стычку между гражданами Ковчега и повстанцами-оборванцами. Кстати, начало игры, вернее создание героя и настройка оружия впечатлили публику больше всего. Подозреваем, виной тому нехватка времени, множество трюков и возможностей четырёх классов просто невозможно освоить с первого раза. Зато экран персонажа предельно прост, и за ним-то можно сидеть, пока воображение не откажет. Комплекция героя, клановые метки, способности, настройка оружия – каждая мелочь поддаётся настройке. Даже начальный набор одежды и стволов намного опережает последний Battlefield. Если уж сравнивать эти две игры, сразу заметно, что в Brink чересчур прочные уровни. Видимо, авторы хотели сохранить укрытие, а заодно и баланс-карт. А самое главное, на голых площадках игрокам негде было бы трюкачить. Не лишать же Brink одной из главных особенностей. Но если вы жить не можете без полного разрушения, утешат вас разве что задания по подрыву стены дверей. Кстати, разработчики пытались придумать миссии для всей команды, но получилось так, что половина бойцов просто носится по карте и неосознанно прикрывает оперативников, выполняющих задачу. А что самое любопытное, даже в конце матча вы не увидите соотношение смертей. Дабы не зацикливаться на примитивной цели, набить больше фрагов. В крайнем случае, неугодных команде можно выкинуть – голосованием, либо по дружбе с админом. Интересная возможность сменить у ближайшего пульта класс так и не пригодилась. Жизнь была слишком скоротечна, чтобы менять планы. Но в командной игре такие быстрые перестройки обязательно пригодятся. В нашем случае не помешало бы больше врачей, так как противник постоянно прятался и занимал самые удобные балконы и лестницы. Но честь Канобу осталась незапятнанной. Наша команда победила с большим отрывом. Отыграются они, видимо, только 20 мая, когда Бринг выйдет в Европе. Даже не спрашивайте, какими неведомыми путями мы доберемся из далекого будущего в дремучее фэнтезийное средневековье. Чтобы переход вас не травмировал, расскажем о том, что гости Лондона могут потратить на одну поездку в метро от 200 рублей. А герои Хантед, The Demons Forge, в своем странстве и наоборот, лишь богатеют. Правда, именно из жадности они пробудили великое зло. По нашим предположениям, примерно такое же, как в Вархаммере Dark Omen 2. Впрочем, обучение скорее смахивает на Enslaved. Лучница решает головоломки, а варвар тем временем занимается грязной работой. Постепенно сходство исчезает. Парочка получает новые умения, когда дома освоят магию, ее спутнику придется стать живым щитом, с привилегией толкать колонны. Признаться честно, даже на низком уровне сложности прохождение уровня далось трудом, что снова напомнило Dark Omen. Живой напарник лез в самое пекло и требовало воскрешения, а лучница поначалу казалась бесполезной, пока не выучила трюк с заморозкой и бутылочками. Игроки за соседним столом использовали свою тактику, загоняя врагов в ловушку. Тем не менее, Хантед возвращала погибших на несколько минут назад, пока разработчики не подсказали пару хитрых приемов. На худой конец всюду были разбросаны новые мечи, секиры и стрелы. К тому же в особых сгустках энергии скрывались целые магазинчики. По сравнению с Brink, эта игра выглядит слишком простой, хотя над некоторыми загадками пришлось поломать голову. Какие сюрпризы подготовил в Хантед знаменитый Брайан Фарго? Мы увидим лишь в июне. Хотя вы можете узнать еще много интересного из интервью с разработчиками представленных игр. Как всегда, скоро на Канобу.